Доброе утро, мои прекрасные зрители! Продолжается наша зимняя сказка. И я вас приветствую в новом дне и в новом блоге. Я пока что завтракаю. У меня сегодня завтрак необычный, яркий, заряжающий бутерброд из авокадо. Добавила туда немножечко орешков. Между делом. Ну и, конечно же, свежий огурчик и морковка доставляют своим цветом много позитива. 2 января сегодня. И посмотрите, какое у нас солнышко за окном. Погода просто чудесная. Она просто выманивает меня из дома. Так и хочется пройтись, наконец-то прогуляться по саду. Посмотреть, что там произошло за эти дождливые новогодние дни. И заодно вам поснимаю, как выглядит сад в новом году. А сейчас я хочу сделать пока что коктейль из кивана и бананов очень-очень быстро, потому что оно очень хочется в сад. Фрукты просто взблендерю в блендере и, возможно, добавлю апельсин. Попробую, что получится сначала. Правда, аппетитно выглядит. Мне уже аппетитно. Для яркости добавила дольку апельсина. И утренняя витаминная бомба готова. Пока я прособиралась в сад, солнце с этой стороны уже ушло и перестало освещать мой газон. Осталось только... А, кстати, у соседей очень даже хорошо сейчас. Солнечно на участке. Можно полюбоваться солнышком через забор. И у меня осталось только с противоположной стороны, со стороны патио. Вот так здесь зимуют молодила мои. По-моему, неплохо зимуют именно в этом месте. В другом месте немножко похуже. Покажу вам. Но они зимой, они как бы, знаете, они как бы теряют свою наполненность. И становятся вот такие вот тоненькие. Влага из них уходит. Листики утончаются. А к весне опять эта влага на место возвращается. И они опять становятся такими мясистыми, красивыми. Ну, а пока такие. Ну и такие тоже неплохие. Идёмте дальше на обход. Очень хочется самой посмотреть. Заскучилась с засадом за эти новогодние суматошные дни. Гротензии тут уже есть. Снег был и мороз. Две ночи был. Минус 10. Неукрытые. И даже неподстриженные. Не знаю, если сейчас не замёрзну, то, может быть, хоть поснимаю у них эти шапки цветов. Давайте посмотрим, что здесь у нас в розах делается. Раз уже мы здесь, далеко отходить не будем. Розы тоже тут в морозы стояли. Ну, ничего, живые. Они были такие пожухшие, конечно, когда сильный мороз был минус 10. Уже видно было, что листики такие примороженные. Они сейчас снова отошли. И довольно свежие. Просто свежие. Почечки нормальные. Бакопа я так и не убрала и не хотела с ней возиться. Думала сначала её сохранять, а потом думаю, да ладно, не хочу. Не хочу её на будущий год. Она плохо цветёт, белая бакопа. Нужно будет выбросить. И вот ещё второй вазон. О, ушла с него вода. А то вода стояла прямо сверху. Ушла. Это хорошо. Я думала, нужно будет уже как-то перекидывать и освобождать от воды. Ну, хорошо. Ну что, тут, в общем-то, уже любоваться не на что. После мороза минус 10 ничего красивого, никакой красоты в саду уже не осталось. И даже говорить об этом не приходится. Но всё равно своей зеленью, весёлой зеленью он всё-таки радует. Хотя и цветов уже, естественно, нет. Какие можно цветы ожидать после таких морозов. Разве что вот такие. Но это уже не цветы. Это уже гербарий. Пока солнышко на патио светит, давайте зайдём в патио. Потом, может быть, и вернёмся, и обратно. Хочется немножко мне на солнце. Погулять под солнышком. Ну, какой мох. Радостный. Ну, красота, что сказать. Стою вот тут прямо в коленке, пригревает мне солнце. Но зима у нас обещают быть не очень тёплой. Бывало и потеплее. Я же говорю, что уже и снега были, и морозы были. Успели. За декабрь всё успело. И ливня. Так, 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 так. Ну, всё на месте. Всё на месте. Гортензии. Вас надо просто обрезать. Есть у меня... Вот ещё немножко даже снега осталось. Не вымало его дождём. Есть у меня торф. И присыпать торфом. Ну, лучше поздно, чем никогда, как говорится. Интересно, живые почки или нет после минус 10. Ну, вы знаете, гортензии... Почему они у меня не укрываются, в общем-то? Я так рискую каждый год. И всё равно потом ленюсь и не укрываю. Потому что морозы особо им не страшны. Если при условии, что почки у них ещё не набухли. А вот когда весной уже почки идут в рост, и вдруг заморозки, вот тогда это опасно. Ну, вот так всё. Всё хорошо тут у меня. Барбарисик краснеет ягодками. Калина вроде бы снова ожила после морозов. И снова у неё почки надулись. А то в морозы она ведь уже так пожухла. Очень даже очевидно. Я думала, что не будет свисти. Но почки ещё есть живые. Что-то не фокусируется совсем. Телефон не хочет. Ой, какое солнышко. Глазки у меня слепит. Хорошо, хорошо под солнышком. Соскучилась за солнцем. Тут всё нормально. Тут мои гортензии древовидные. Стоят, ждут весны. Да, ещё подсветёт немножко коринка. Не хочет упорно фокусироваться телефон сегодня. Что-то сегодня с тобой, а? Картина сада, конечно, не очень сейчас красивая. Но всё равно выйти прогуляться, подышать воздухом и посмотреть хотя бы на зелень оставшуюся. Это большое удовольствие. Так что будем пока любоваться зеленью. Уже до самой весны цветочков нет. Если сегодня или завтра время у меня позволит, сегодня-завтра ещё до Рождества, как бы пару свободных дней, то всё-таки выйду и поснимаю шапки у этих кустов тоже. Чтобы обход сада был такой наиболее полный, я ж не могу пропустить боковую клумбу. Издалека роза, конечно, смотрится ещё красными пятнами, но вблизи они уже совсем некрасивые после мороза. Вот такие увявшие. Тоже можно их уже срезать. Бутончики. И пора уже им на зимний покой до самой весны. Ну, а я с вами на этом буду прощаться. Пока-пока, мои дорогие зрители. Спасибо, что прогулялись по этому зимнему январскому саду вместе со мной. Заходите. Не забывайте ставить лайки. Не забывайте писать комментарии. Мне это приятно. Ой. Все, думаю, тоже ожили после морозов. Хорошо. Вот. И будем с вами прощаться. Пока-пока. И традиционно уже вам желаю, моё любимое пожелание, побольше вам всяческих радостей. Ну, что вам сказать. Дотянули мои гротензии до следующего года. Сейчас начало января. Разгар-разгар зимы. Уже были и снега, как вы видели. И морозы были до минус 10 по ночам. Пару ночей у нас были такие морозы. Морозы вообще морозные были довольно-таки дни. Видите, ничего не укрыто. Ничего не укрыто. Но это может быть где-то и моя лень. Моя вина. Руки не дошли. Сейчас буду убирать шапки цветов. Немножечко почищу, что там внизу. И подсыплю торфа. И в этом сезоне с гортензиями уже всё. Даже вот такая совсем отсветшая сухая гортензия не перестаёт меня удивлять. Посмотрите, какие у неё шапки. Огромные, да? Красавица моя. Три-четыре таких шапки. И ведро полное. Ну вот, почти дочистила. Это уже третье ведро. Ещё осталось несколько соцветий. И листья. Листья уберу. Засыплю торфом. И клумба будет у меня в порядке в таком виде до самой весны. Вот такая теперь стала клумба. Клумба чистая, аккуратная, образцово-показательная. Единственное, только вот с торфом получилась маленькая лажа. Ну, а торф оказался в мешке очень мокрым. С такими сбитыми глыбами таким торфом засыпать в кусты нельзя. Мы решили его немножечко просушить. И распушить, чтобы он был мягкий и лёгкий. Ну, а я теперь окончательно с вами прощаюсь, мои прекрасные зрители, потому что на сегодня, 2 января 2022 года, мои садовые работы закончились, и мы с Юрой идём обедать. Иду, иду. А ещё, чуть не забыла. Последние два слова. Вычистила клумбу, убрала все листья, и смотрите. Это гиацинты. А вот это — нарциссы. И вот ещё нарциссы. Так что весна совсем-совсем близко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова